Да, представляете, друзья, приехали ко мне гости. Я сразу их раз и сюда. А вот теперь поэтому хочу, чтобы они сами себя назвали, обозначились. И вы сейчас удивитесь, кто у меня в гостях. Давай. Меня зовут Ольга Гончарова. Я продвигаю на образовательном рынке авторов эффективных технологий учения детей. Ну, можно сказать... Ну, покажи его, покажи своего. Хочешь? Иди сюда, академик. Ой, такой академик у нас есть. Потом посмотрите. Мы очень хотим, чтобы в нашей стране образование, оно вернулось в свою такую качественную форму, когда дети, какой бы они предмет не изучали, они ходили на уроки с радостью и извлекали самую главную позу от урока. Они умели вот эти знания, которые им передают учителя, применять в своей жизни. Если это уроки английского, значит, на английских уроках дети должны общаться на английском языке. Вот я поэтому прямо сюда сразу пригласил. Почему? Потому что вот мы же до этого 5 минут, 10 минут разговаривали, когда познакомились. Что значит по-английски? Вдруг я вдруг слышу такие нормальные, живые вещи, что надо... Как дети вообще, дети в семье, когда воспитываются, их же специально они учат грамматики, чтобы они там по-русски разговаривали или на каком-то своём языке. Они в самой среде автоматически обучаются. Так вот этот механизм как раз или там у вас закладывается. Да, чтобы среда была такая создана. Но это же самое интересное, да? Как создаётся такая среда, чтобы не в той системе, не в той языковой группе создать среду другой языковой группы. Это вообще... Можете двух слов сказать? Да, чтобы ребёнку было всё понятно и интересно, и чтобы у него было желание говорить на этой языке. Интересно, да? А у вас опыт уже такой практически? Ну, конечно. Наша методика существует уже, ну, я не знаю, очень давно. Лет 20, это точно. У нас работают, к нам приходят сначала на обучение лучшие, мы считаем, лучшие педагоги. Все, кто работает по методике «I love English» Валерия Мещерякова, это супергениальные преподаватели, очень смелые, очень артистичные, и они такими становятся уже, применяя эту методику на практике, обучая детей. Вы можете просто посмотреть многочисленные ролики. Ну, скажите, скажите свои координаты, скажите, чтобы все знали. У нас же школа «Человек, будущий хомофутур». Весь положительный опыт, который есть, мы изучаем. Так что, пожалуйста, скажите свои координаты. Спасибо большое. Наш сайт «Стади Инжой». Мы, у нас миссия, общество предлагать такие методики обучения, чтобы ребенок шел на уроки с радостью. Кричал «Ура, физика! Ура, английский!» Я не знаю вообще, как это удается, я не знаю, но я уверен, что это так, потому что я девушку вижу и чувствую по опыту своему. Но опыт наших учителей, он подтверждает. То есть мы не можем что-то такое выдумать, потому что есть дети, которые обучаются. Ну, естественно, да, естественно. С ними познакомиться. Просто меня это изумляет, и поэтому так я сразу вспомню, как я учился в школе. Ну, ладно, это уже другой вопрос. Ну, или другой пример приведем, например, пример Марины нашей. Да, Марина, пожалуйста, представься. Марина Сырчина – это уникальный человек, который играет, сочиняет музыку, просто изумительно поет. Сама поет, сама играет, сама сочиняет. Сама сочиняет, да. Сама создала радио. Да, радио. Как у тебя называется? Радиостанция, которая называется «Магнитар». Магнитар? Да. Так, и что ты там делаешь? Я там кручу музыку, ну, вообще, такое удовольствие. Я всегда хотела, когда слушаю радио, чтобы там была музыка, которая в первую очередь нравится мне. Теперь я могу так делать. Ну, молодец, молодец. Ну, в общем-то, все слушают и говорят, да, Боже мой, какой у тебя вкус. Ну, мне приятно. Я записываю сказки на английской музыке по вечерам. А, ты ж какие люди, а? Спасибо, что ты нас познакомил. И был. А у нас есть Николай Щетинин, в нашей школе человек будущего, Homo Futurus. Он тоже в радио ведет свое там. Коля, привет, будешь смотреть? Привет, да. Я вас познакомлю. Так, что дожди. Будем дружить. Да, будете дружить. Слушай, скажи, пожалуйста, а у тебя там по каким-то часам передачи иду, а как мне туда выйти, послушать? У меня есть сайт radio.defismagnitar.ru Мы еще напишем под роликом, хорошо, ваши координаты, чтобы наши участники школы могли, если им будет интересно, задать вам вопросы какие-то там, что-то там обменяться опытом, если вы хотите. Еще хочешь что-то сказать? Ну, и мне так как-то повезло на людей вообще в жизни. И сейчас мы делаем с моей подругой подкаст, психологический подкаст про жизнь, называется «Своими словами». У нас был первый выпуск в субботу в прошлую, но мы не угадали много со временем. Так что будем пробовать. Слушай, я такой человек, как говорится, неожиданный, потому что я и с юмором, и мне хочется всех порадовать, у нас в Москве дождь, поэтому если кто-то не в Москве, особенно, чтобы порадовались. Поэтому я иногда шучу так, но иногда делаю неожиданные предложения, очень неожиданные. Один абзац, спой, пожалуйста. Сейчас. Смотри, не растерялась. А как тебе удается? Не знаю, опыт, наверное. Молодец, смотрите какая, да? Ну, давай. Браво. От всех наших участников тебе спасибо. Спасибо. Приходите в гости. И на концерт. А, да, и на концерт. Я пою с певицей София Кран, бывшая солистка группы «Квартал». Нужно прийти и послушать в живом нас. Супер. А куда это? Ну, это нужно следить за афишей. А, ну всё, там... Мы субь пришлём. Да, мы там напишем. Хасай, нам такую неожиданную приятность сделали. Вы пригласили нас в эфир. Мы совершенно неподготовленные и даже не успели взволноваться, испугаться. А хотите тоже неожиданную. Это неожиданность. Слушайте, в этом весе фокус, понимаете? В этом весе фокус. У нас всё естественно. В нашей школе есть традиции. Во-первых, мы никогда не врём. Во-вторых, значит, мы естественные. То есть стараемся, как говорится, мозги не пудрить. Потому что я смотрю по интернету, ну сколько ерунды. А потом, значит, люди удивляются, почему жизнь такая. Да она и потому такая, что мы забываем о том, что мы человеки. А культура как раз таки в том, чтобы мы были человеками. Раз, а мы человеки. И вот в этом же суть. И все знают, что такое человек. Хотя определить не могут точно, да? Но то, что надо быть человеком, знает каждый. Есть инстинктивные ощущения. Поэтому наша школа, она такая хорошая. Туда много-много из разных стран мира. И самое главное, мы создаём совместно науку человечности. И там, конечно, когда человек в стрессе, он не может быть человеком. Он защищающееся существо. А когда он умеет управлять энергией стресса, он как раз таки проявляет самые лучшие свои человеческие качества. Это какие? Любить, сопереживать, чувствовать вот эту бесценность живого и созидать. Ну, поэтому мы вот, как говорится, случайные встречи. Не запланированное давно. Вот такая вот неожиданная встреча. И вдруг сразу рождает. Вы сейчас такие слова сказали? Да. Они прямо, главное так, переходят к тому, что я дальше хочу сказать. Давай. У нас тоже есть неожиданность. Вы же, наверное, заметили, здесь лежит книга. Да. Я вас хочу познакомить еще с одним удивительным человеком. Так. Одним из авторов наших образовательных программ, Еленой Андриановой. Так. Эта удивительная женщина, она просто, не знаю, какое-то чудо, которое к нам встречалось на пути. Мы решили ее поддержать и тоже продвигать и среди родителей, и среди педагогов. Потому что она пишет книги для детей, которые раскрывают ребенка-творца, его таланты, его предназначения. И мы просто будем рады, если вы примете от нас в подарок эту книгу. Конечно. Почитаете, и мы с вами еще пообщаемся. Да, шли по пути к себе. Это история мышки, сказка. Встреча первая в лесу. Да, и вот на носике у этого, это как называется, вот этот вот. Это шиншилла. Ну, шиншилла у него. Это шиншилла. Он как раз ши и есть. Это шиншилла, которая одна нотая сбежала из клетки и обнаружила, что кроме клетки есть еще другой мир. Есть вот эта бабочка, которая сегодня на носике. Ну, чтобы все посмотрели, да. Чтобы все посмотрели, чем я горжусь. В нашей школе участники, они очень любознательные. У меня даже есть такая, афоризм такой, что только почемучки становятся великими. Самое главное, когда у человека есть вопросы. Потому что если у него вопросов нету, если он не умеет их задать себе, он и не развивается. И вот то, что вы рассказываете, это очень интересно. В этой книге очень много вопросов к ребенку. И отвечая на них, он рассказывает как раз о себе. Что он любит, что его тревожит, что он хочет узнать. И эта книга учит ребенка ощущать себя частью природы. По ней даже можно изучать предмет окружающий мир с необычной точки зрения. То есть ребенок, он не просто будет, прочитав такую книгу, он просто будет ходить от школы, например, до дома. Он теперь будет замечать, что есть деревья. Он будет теперь узнавать, искать в энциклопедии. Даже в этом гугле, в этом газу, он будет не только играть, а узнавать, как эти деревья называются, которые, оказывается, растут около нашего дома. А птички, что за птички пойдут. Да, он будет ощущать себя частью природы. И он будет понимать, тоже через эко-образопросвещение, которое есть в этой книге, которая проходит красной нитью по ней, он будет понимать, что это природа, которую нужно беречь. Ее нужно очищать от мусора. Я точно теперь чувствую, что нам надо соединить ее. Наши занятия, вот у меня в свое время, я делал азбуку саморегуляции для детей, их родителей, педагогов. Это много лет назад, там детишки участвовали, преподаватели, даже директор школы участвовал. Все участвовали, это двух-трехчасовой фильм такой. У меня там есть, кто хочет, он может найти в эпохе уникального контента, там можно посмотреть. И там как раз-таки удивительно, и вот сейчас вот то, что вы говорите, вот если взять то, чем мы тогда занимались, и дальше продолжаем. Сейчас КГ, моя дочка готовит детей там, и с родителями с их ними работает, и сын мой, Олен, тоже занимается этим. Нам, конечно, в этом русле надо вместе поработать. Конечно. У нас еще есть ИНОС в Бакаре замечательный, который готовит к ЕГЭ за две недели. И не просто, чтобы сдал экзамен ребенка, а чтобы он знал эту геометрию, любил ее, он понимал, что геометрия, она, куча ситуаций может ему приводить. Ну, это самое главное, я только те предметы познавал, преподавателей, которых я любил. Конечно, они так умели преподносить, именно поэтому я их и любил. Да, вот, ну, да-да-да-да. Так что, да, я даже задумался. А в одну учительницу по-немецкому я был даже влюблен. Да-да, влюблен. Хорошая учительница была, могла заинтересовать предметом, так. Поэтому я, когда с ней общался, не мог выучить немецкий язык. До сих пор не знаю. Ваши чувства вам мешали. Да, я немножко шутник, вы знаете. Вера Валентиновна, ну, очень культурная была дама. Я потом ее маму иглотерапией, она меня просила, я потом, когда стал врачом уже, я ее лечил иглотерапией, ее маму. Да, друзья, вот такая жесть. Еще что-то? Ну, мы можем еще о других авторах рассказать, но может быть, о другой передаче. Ну, давай, давай. Ну, вы сейчас уедете, когда же мы сделаем следующую передачу. А давайте онлайн, мы же теперь можем онлайн соединять. Мы сделаем их. Да. Может быть, ваша... Марина остается в Москве, она москвичка. Да, а вот наша, да. Если нужно, я приеду. Нормально. Казань, Казань. Да, ну, будет там все подписано у нас под роликом. Так что я счастлив, что у меня такие новые друзья. И сразу, как нормальный человек, сразу делюсь. Спасибо за встречу. До свидания. Вам тоже спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Продолжение следует...